Уважаемые коллеги, сегодня я хочу познакомить вас с нашей ценовой программой, которая называется MotoUSA. После загрузки программы, вот мы видим ее интерфейс. Программа по умолчанию проверяет обновления на сервере с определенной периодичностью. В какой-то момент, я специально удалил пару каталогов, в какой-то момент она должна найти эти каталоги, что есть обновление и должна появиться табличка соответствующая. Пока я расскажу вам об интерфейсе. В общем, программа состоит из двух частей. Мотоциклетные прайсы, в которые входят прайсы всех каталогов по мотоциклетной тематике, квадроциклетной. Мотоциклы, снегоходы, водные виды транспорта. А также автомобильные, где входят прайсы по автомобильным оригинальным и неоригинальным деталям. Вот, выскочила табличка, доступно обновление баз. Начать обновление. Нажимаем да. Увидим, что в автомобильной части программы обновился прайс Lexus. Мы его обновляем. Вот, загружено и установлено новый баз. Одна штука. Приключаемся на мотоциклетный прайс. Значит, интерфейс программы. Кнопочка валюты. Ну, здесь ничего сложного. Здесь по умолчанию установятся валюты, которые установлены у нас на сервере. Единственное, что вы можете, поставив вот здесь галочку, если вам не нравится для клиента вашего этот курс, можете умножить на что-то или прибавить что-то. Следующая кнопка – скидки. Скидки и в то же время наценки. Вы можете поставить здесь наценку для клиента. Вот стоит 20%. Здесь мы видим три колонки цены. Цена по каталогу, цена со скидкой и цена для клиента. Мы видим, что цена для клиента на 20% больше, чем цена ваша. Значит, на некоторые каталоги мы можем предоставить скидки. Мы даем вам ключ скидки. Выводите его в это окошко. И у вас будет колонка цена по каталогу, цена со скидкой и цена для клиента. Следующая кнопочка – реквизиты фирмы. Здесь вы заполняете свои реквизиты. В принципе, это делать необязательно, но это нужно для того, если вы будете с помощью нашей программы составлять договора с клиентами. Вот вы можете загрузить логотип фирмы. Он будет на договоре. Ну, все остальные реквизиты. Это кнопочка редактирования самого текста договора. Постоянная часть нумерации договора. Любые буквы, какие вам нравятся, они будут стоять перед номером договора. Можно ничего не ставить. И переменная часть. То есть, с какого номера нумерация договора будет. Вот здесь образец видим. Как будет договор, номер. Вот такой. Здесь вводится текст договора. Далее. Реэдаптирование данных поставщика. Это наши данные. Наш сайт. Если вот здесь не стоит электронный адрес, нужно его поставить для того, чтобы автоматически формировались письма с заказами. Кнопочка управления базами. Здесь мы видим все установленные в системе базы. Дата обновления. Размер базы. Также, если вы думаете или подозреваете, что вполне возможно не сработало что-то, и на сервере есть новые базы, вы можете всегда это проверить, нажав вот эту кнопочку. Доступны новые базы. Начать обновление. Да. Мы видим, что на сайте, на сервере у нас две новых базы. AllBoss и BigBikeParts. Нажимаем обновить. Две базы обновлено. Они появились в системе. Далее. Настройки интернет. Ну, если у вас все хорошо на компьютере с интернетом, то системные настройки. Все. Далее кнопочка прочие настройки. Интересное меню. Можно вставить галочку, и у вас не будут отображаться вот эти закупочные цены. Если вы просто хотите показать цену для клиента. Нажимаем ОК. Цены пропали здесь, и пропали здесь. Видна цена для клиента. Дальше. Вот здесь создаются папки для хранения договоров и папки для хранения заказов. Можно их не прописывать, потому что, если они не будут здесь прописаны, система при формировании договора или при формировании заказа об этом у вас спросит. Если вы не используете Microsoft Office, а используете OpenOffice, ставите здесь галочку. Следующая кнопка, она сейчас не активна. Открыть заказ. Мы не можем открыть заказ, потому что у нас сейчас в заказе ничего нет. К этому вернемся позже. Следующая кнопка просмотра склада. Значит, полностью весь склад можно посмотреть. Все, что есть на складе. Можно экспортировать его в Excel. Можно по конкретным каталогам. Там AllBoss. AllBoss на складе. Мы видим количество. Информация периодически обновляется. Каждый день, ночью. Далее. Информация о текущей версии программы. Можно посмотреть всю жизнь этой программы. Начиналась она в 2010 году. Вот этой кнопочкой у вас не будет. И вот этого пункта меню. Это администрирование. Далее. Вот здесь весь список существующих каталогов. Переключать его можно как мышкой. Так, зажав клавишу Alt. И нажимая первую букву каталога. Причем, если на эту букву начинается несколько каталогов, то каждое нажатие этой клавиши будет изменять. Вот, например, нажимая Alt, выбирая букву. Нажимая букву A. Addon. AllRide. Значит, когда курсор попадает на какой-то код, который есть в наличии на складе, выскакивает соответствующая табличка. Есть на складе. Вот, в количестве 6 штук. Код вот в этой строке убирается или пробелом. Вот, нажал пробел, нет. Можно вводить следующий. Если код синего цвета, можно вводить сразу. Здесь логотип фирмы и ссылочки, иногда их тут несколько. Скачать каталог или просмотреть онлайн каталог. Нажимаете, и в вашем браузере открывается каталог. Дальше, работа с заказом. Хотим мы что-то заказать. Вот, что там набрали. Открывая. Один. Есть на складе. Но это сейчас не играет роли. Окей. И, значит, можно сделать заказ, нажав мышкой эту кнопку или клавишу Enter. Количество. Предположим, три штуки. Дальше мы захотим по Yamaha, например, что-нибудь заказать. Убираем Yamaha. Выбираем какой-нибудь код. Вот, да, вот еще интересно, где есть замена номера. Бывает, очень часто вы знаете номера производителя, производители меняют. Вот, в данном случае мы видим, что на этот номер цена 0, но есть замена номера. Замена отражается вот здесь. Щелкнув здесь мы попадаем сразу на этот номер. Заказ. Ну, две позиции заказали. Хорошо. Кнопочка, как мы видим, стала активна. Открываем заказ. Здесь, что мы видим. Можно примечание сделать к текущей позиции, можно сделать примечание ко всему заказу. Здесь какие есть кнопки. Удалить текущую позицию, редактировать текущую позицию, очистить весь заказ, сформировать договор с клиентом, создать файл заказа. И вот последняя кнопочка неактивная. Отправить заказ по электронной почте. Она неактивна, потому что файл заказа еще не создан. Значит, предупреждаю, что эта кнопочка работает только на тех компьютерах, где установлено по умолчанию какой-то почтовый клиент. Там BAT или Outlook. Если вы пользуетесь веб-интерфейсом, то тоже ничего страшного. Но только после создания заказа вы должны будете из папки, которую вы назначили для заказов, прикрепить файл заказа к письму. Значит, создаем договор с клиентом. Вводим все его данные, выбираем валюту договора, рубль, дата заказа, ориентировочная дата поставки. Дополнительные какие-то расходы могут быть. Сюда пишите назначение, сумму. Клиент, предположим, внес 1000 рублей предоплаты. Нажимаете ОК. И у вас формируется договор с клиентом. Далее создаем файл заказа. Открываем его для просмотра или неоткрываем его для просмотра. Но кнопочка становится активной. Нажав эту кнопку, создается письмо с вложенным файлом заказа. Вам остается только нажать на кнопочку отправить. В вашем почтовом клиенте. Ну вот, вкратце я рассказал вам. О довольно-таки, как мы считаем, очень удобной ценовой программе. Успехов. Надеемся на сотрудничество со всеми. Всего хорошего.